Сложности с переобретением полиса ОСАГО автолюбители испытывают уже несколько лет. Высокая цена и отсутствие контроля привели к массовым подделкам. В прошлом году россияне по дешевке купили больше миллиона липовых бланков. Тогда в Союзе автостраховщиков решили заменить их на новые, более защищенные. С 1 июля этого года при заключении договоров ОСАГО должны выдавать розовые полисы. С завтрашнего дня старые полностью должны исчезнуть. Однако в республике не оказалось ни новых, ни старых. Ситуация остается напряженной и по сегодняшний день. Тут довольно такая странная ситуация. Налицо какой-то искусственный дефицит создается. С чем он связан, я не могу вам ответить. Сейчас тот же самый Росгострах ссылается на технические проблемы. По заверениям того же Центробанка, полисов в Российской Федерации предостаточно и дефицита нет. Почему их нет здесь, это надо задавать вопрос представителю Банка России, Национальному банку в Вариате. Месяц назад мы направляли запрос в Центробанк. Тогда нам пояснили, с жалобами по вопросам страхования к ним уже обратилось более 200 жителей республики. В случаях, где права были нарушены, выданы предписания об устранении. Но, судя по всему, страховщики лучше работать не стали. Больше десятка письменных обращений и еще несколько устных жалоб поступило в последнее время в исполком ОНФ. Активисты решили увидеть проблему своими глазами. В двух отделениях Росгостраха нам ничем не смогли помочь. Руководство также отказалось комментировать ситуацию. В Сагазе оказались более вежливые сотрудники. И объяснили, бланки закончились недавно. Новые появятся только в понедельник. Получить страховку оказалось можно только в компании «Ангара». Но и то не без проблем. Здесь нужно дождаться своей очереди. В Росгострахе я была центральная. Они сказали, что они вообще не страхуют. Отправили на Преречную, в бутиках. Здесь вот были, не помню, как компания называется. Там полюсов нет. Насколько я знаю, по городу Ламуты у нас нету страховых полюсов. Ну, у меня 75 лошадей. Босквич с 92-го года. 12 рублей за страховку. 12 тысяч. У меня здесь сегодня по городу проехалось. Нету нигде полюсов, а самых. Сегодня очень сколько? Нигде, только здесь. У нас 1 июля уже много полюсов. У вас розового цвета, да, уже? У вас уже всякие. Неограниченную полюсов. В 10 часов я стою, 5 часов стояла. Ну да, вот сегодня большая очередь. Вы начинаете работу, да? Приехали. Сколько человек вы обслуживаете? В зависимости от ситуации, где-то до 30 человек. Однако здесь не страхуют водителей категории С и Д. Запасной вариант для автовладельцев – электронный полис ОСАГО. Однако сегодня ни в одной компании Бурятии нам не смогли предложить этот способ страховки. Между тем, в следующем году он станет обязательным, и компания должна будет предоставлять его по первому требованию. Уточнили, увидели, да, что человек остается один на один с этими проблемами. Получается, никто ему не помогает. ГАИ, значит, сказали, что нужно переходить на маршрутки. Всем органы власти как бы от этой темы открещиваются, а сами страховые компании вообще ушли в подполье. Такая же ситуация сложилась в Тафаропольском крае и в Бурятии, что интересно. В Иркутске такой ситуации нет, в городе Улан-Удэ в основном. Почему? Поэтому мы сейчас, значит, собираем все заявления наших граждан, автовладельцев, отправляем в понедельник в прокуратуру. Пусть разбираются те органы, которые за это отвечают. Если вы все еще не можете получить страховку, для начала нужно зарегистрировать свое заявление в страховой компании. Агенты обязаны это сделать. Если в течение трех дней вам так и не выдали полис, значит, смело пишите претензию страховую. Параллельно обращайтесь с надзорные органы и во Всероссийский союз автострахователей. Кроме этого, пожаловаться можно в Роспотребнадзор и Национальный банк. Только так вы сможете юридически себя защитить. Алина Чертарова, Юрий Шабаганов. Первая альтернативная.